Здравствуйте! Вы смотрите программу «События». С вами Мариана Мирная. Вечер суббота – это значит, что пришло время вспомнить, какой была прошедшая неделя. Я и мои коллеги-корреспонденты расскажем вам о самом важном и интересном. И вот, что вы увидите в этом выпуске. Боевое крещение. Наш корреспондент и тысячи самарцев встретили праздник в купели на берегу Волги. На фюзеляже самолетов напишут наши имена. В столицу региона прилетел лайнер, названный в честь Самары. Безотходные праздники. Лесные красавицы идут на удобрение. Один из главных православных праздников – крещение – собрал больше 4 тысяч жителей региона, которые искупались в проруби в крещенскую ночь. По данным МЧС, обошлось без происшествий. Окунаться в прорубь в ночь на 19 января – обычай древний. Христианские верующие в этот день вспоминают евангельское событие, когда крещение принял Иисус Христос. Считается, что именно на крещение вода обладает волшебными свойствами. В эту особую ночь в омут с головой не побоялась окунуться и Алина Чемерес. На крещение служба в храме Георгия Победоносца начинается с ночи. Верующие выстраиваются в очередь за святой водой. По христианским обычаям на крещение ее можно пить в любое время, а после принимать понемногу натощак. Мы вспоминаем событие, которое описано в евангельской истории и связано с присутствием Иоанна Предтечи, когда он крестил Христа в реках Иорданских. Крещение, когда человек обращается к Богу. Многие прихожане прямо со службы отправляются к Волге, чтобы исполнить главные крещенские обычаи – искупаться в проруби. Ради этого священного действия люди в мороз готовы отстоять очередь. Только русский человек может на святой праздник прийти в мороз, окунуться в прорубь, показать, что мы помним, чувствуем за собой, что в этот день крестили Иисуса Христа, что в этот день началась вся наша вера, можно так сказать, ну и нам. Тоже мы за собой ощущаем маленечко благословление, там, чуть грешки приотпустили. Прежде чем жители искупаются в ледяной волжской воде, ее освящают служители церкви. Затем, организованно в порядке живой очереди, люди подходят к проруби. Несмотря на то, что на улице около 16 градусов мороза, народ лихо раздевается и окунается в реку. Александр Назаров не изменяет традициям уже 15 лет. Вот она, благодать Господня. Как себя чувствуете? Прекрасно. Первый раз, хорошо, обжигающе и бодряще. Такие ощущения крутые. Это не передать словами. А вот человек, который меня первый раз позвал, всему научил, так скажем. Да, мы уже не первый раз. Ощущения спрашивают. Ощущения не передают, да. Скажите. Вот сейчас вот искупались, я стою, мне тепло. Купаться в проруби – традиция давняя. На Руси младенцев окунали в ледяную воду, чтобы приучить к суровым условиям. Также воины проходили обряд инициации с помощью купания. Считается, что именно сегодня, в ночь на 19 января, вода обладает особыми свойствами. Если в нее окунуться, все плохое уйдет, останется только здоровье. У меня сегодня первый раз, раньше я этого никогда не делала. Ребят, пожелайте удачи. Здорово, на самом деле. Отлично. Пока не поняла, что я скучилась. Дышать сложно, но мне понравилось. О том, чтобы ничто не омрачило праздничного настроения жителей, позаботились сотрудники МЧС. У мест для купания организовано горячее питание, установлены теплые кабины для переодевания. На чеку медики и спасатели. Всего в регионе оборудовано 8 мест, где разрешено нырять в прорубь и соблюдены все правила безопасности. В том числе в Тольятти, Новокуйбышевске и на полевом спуске в Самаре. Это место такое наиболее подготовленное, мы считаем, во всех отношениях. И глубина соответствует, и купель по всем правилам сделана. По данным МЧС, в регионе в Крещенскую ночь в проруби искупались более 4 тысяч человек. Чрезвычайных происшествий не зафиксировано. Обращений с обморожением и переохлаждением к врачам не поступали. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Окончательно завершились новогодние праздники. Главный символ – елка исчезла с площади Куйбышева. Городские службы сработали быстро со скоростью 600 шаров за полчаса. Эта неделя стала последней, когда самарцы могли насладиться праздничными украшениями на улицах города. Валерия Макаровов встала пораньше, чтобы увидеть, как разбирают главную елку Самары. Мороз и солнце – день чудесный. И пока кто-то еще дремлет, на площади Куйбышева разбирают главную елку Самары. Ну что ж, теперь точно можно сказать, новогодние праздники закончились. Убрать елку высотой 22 с половиной метра – процесс небыстрый. Начинают с игрушек гирлянды световых панно. После разберут металлическое основание. Рабочие уверяют – снять с елки 600 шаров – дело получаса. А вот на полный демонтаж уйдет несколько дней. Новогодние елки начинают исчезать из домов самарцев. Когда вы елку дома убираете? После крещения. 19 января. Очень долго не убираем. Примерно когда? До февраля точно. Завтра буду убирать или сегодня. После 22 января. А почему именно в этот день рождения? Потому что меня. У меня есть знакомая, которая убирала елку в этом году с прошлого года. Чтобы окончательно попрощаться с праздниками, остается меньше недели. После новогодние световые украшения уберут с улиц Самары. И площадь Куйбышева снова приобретет свой обычный вид. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Новогодние деревья на этой неделе покидают и дома самарцев. Сначала они приносили радость детям, а теперь принесут пользу их родителям. Хвойные красавицы, украшавшие самарские квартиры, перерабатывают в опилки, которые станут отличным удобрением для почвы. Такая практика в городе существует уже четвертый год. Андрею Горгуленко сверху было видно все. Какой-то определенной традиции, когда выкидывать елку из своего дома, нет. Кто-то сохраняет новогоднее настроение в домах до Рождества или Старого Нового года. Те, у кого день рождения в январе, обычно сохраняют красавицу до своего праздника. Но в какой бы день елка не покинула ваш дом, у нее одна дорога. Елка-дробилка за минуту может превратить в щепки до 60 веток. А эту огромную гору, собранную по всему городу, поможет обработать за пару суток. Только успевай подкидывать. Работа не тяжелая, легче, чем колоть лед, признаются дворники. Трудности возникают только с хвойными, окутанными полиэтиленом. При работе, да, нужно упаковку снять, а потом уже начинать разрабатывать. Вы обратили внимание, что рабочие, они сначала немножко измельчают эту елку, потому что этот аппарат целиком ее не проглатывает. Там тоже рассчитан на определенные диаметры, но тем не менее, чуть помельче они сделали, и все уже начинает работать. Толстые стволы убирают в сторону, они потом пойдут на дрова. А вот тонкие вместе с веточками превращаются в прекрасное удобрение для почвы и натуральные подстилки для зоопарков. Чтобы получить свою порцию опилок, причем бесплатно, нужно обратиться к своей управляющей компании. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, События. Пока одни дробят елки, другие лед заваривают. В середине января свой профессиональный праздник отмечают ледовары или заливщики льда. Именно они создают идеальное покрытие для катания на коньках. В Самаре самый большой открытый каток на набережной. Его приводят в порядок и обновляют каждый день. Сейчас готовится площадка на Некрасовском спуске. С ледоваром и секретами его мастерства знакомилась Олеся Корецкая. Вот эта профессия называется ледовар. И не просто так. Лед буквально заваривается горячей водой. Сейчас температура воды в более 50 градусов. А на морозе минус 16, она схватывается за считанные минуты. Свой профессиональный праздник ледовар Василий Чудиновский встречает на рабочем месте. Обновляет лед на катке Самарской набережной. Рисовать идеальные ледяные восьмерки вокруг газонов помогает 30-летний водительский стаж. Ну, люди с понятием относятся к нашей работе. То есть, когда я начинаю заливать, если кто-то не понимает, просто просим его, что подождите, мы завьем каток, чтобы не портить и мне не мешать в работе. Результат труда потом с удовольствием оценивает сам на коньках. Конечно, я пробую сам. Попробую лед, потом уже... Ну, люди не жалуются, я так смотрю. Отзывы неплохие, лед нормальный. Занимаемся от души, с душой. Ледовар – профессия редкая и круглогодичная. Правильный лед нужен и летом, на закрытых катках и стадионах. Заливать идеально ровное покрытие – целая наука. Воду очищают и нагревают, иногда до 100 градусов. Только горячая растекается ровно и без бугров. Перед заливкой лед очищают от снега, шлифуют, затирают трещины. Специалисты предприятия «Самарская набережная» обновляют каток каждый день, если температура ниже минус 10 градусов. Ну, практически через день мы льем, льем, льем. Сейчас уже 62 машины вылили сюда, чтобы содержать эту ледовую площадку. Метут, шлифуют практически каждый день. 3,5 тысячи квадратных метров ледяной поверхности застывают быстро. Но самарцы – народ неудержимый. Бегут на коньках по влажному льду, говорят ледовары. Поэтому катки обновляют обычно рано, в 6 утра. Олеся Корецкая, Константин Головин. События. Связанный одним именем у Самары появился тезка. Причем это самолет. Одна из российских авиакомпаний назвала свой борт в честь столицы 63-го региона. На фюзеляже появились и самарская козочка вместе с гербом. Это не первая практика называть габаритные аппараты в честь города. Атомная подводная лодка, относившаяся к третьему поколению атомных подводных лодок, была заложена 7 ноября 1993 года на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре и спущена в воду 5 августа 1994-го. В 95-м подлодка была принята в состав ВМФ. А 30 августа 1999 года ей было присвоено новое наименование «Самара». Что же касается тезки самолета, сейчас он летает между Санкт-Петербургом и Самарой. В аэропорте Курумыч именной рейс встретила Валерия Макарова. Он был когда-то странным эйрбасом безымянным. Теперь носит гордое имя «Самара». И вот впервые уже в новом статусе подлетает к аэропорту Курумыч. Работает несколько авиадвигателей, потому здесь так шумно. Только что совершил посадку, и вот он, самолет-тезка нашего города. Он носит имя «Самара». На самом деле, городов, из которых названы самолеты, их не так много. Буквально можно перестать по пальцам. Так что этот случай можно назвать уникальным. Именные самолеты уже есть у Оренбурга, Ростова-на-Дону, Мурманска и других. Имена в честь городов, конечно, не используют в переговорах с диспетчерами. Но летать на таких суднах приятней, откровенничает командир экипажа Олег Шнэдмилер. Для нас приятно прийти, подходя к самолету, увидеть герб определенного города. В данном случае это город Самара. Не обезличенный предмет, а уже как-то одушевленный. Из Самары борт улетел почти через час после посадки. И обещал вернуться. Рейсы «Питер-Самара» и обратно на именном судне осуществляются регулярно. К слову, это направление стало вторым по популярности у жителей Самарской области по итогам прошлого года. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Поводом для гордости в очередной раз стали журналисты телекомпании «Самара ГИС». Весь цвет самарской прессы собрался в одном зале и не для того, чтобы поработать. Никаких интервью, съемок и срочных репортажей. А вместо этого – призы и подарки. Лучших журналистов Самары наградили премией губернатора и золотым пером. От Союза журналистов Андрей Горгуленко переживал за своих коллег. Лучшие самарские журналисты в одном зале. Повод собраться весьма солидный. Пятая ежегодная церемония награждения журналистского конкурса на призы губернатора. Перед вручением наград Николай Меркушкин отметил особую роль СМИ в развитии области. Выбирать правильный вектор в итоге и двигаться в правильном направлении – это самое главное и самое важное. Поэтому я бы хотел вам всем выразить слова благодарности за совместную работу. Мы, что касается информированности людей, вовлеченности людей по, скажем, по ряду таким базовым вещам, мы сделали значительные шаги вперед. В этом году на конкурс поступило 330 заявок. Среди номинантов – представители всех региональных СМИ, печатных, телевизионных и интернет-изданий. Победители объявили в 19 номинациях. Журналисты все работают с полной отдачей, но все-таки есть конкурс, где есть победители. Суворов как-то сказал, что кто удивил, тот победил. Вот сегодня победили те, кто нас удивил в 2016 году. Что отрадно среди лучших – четыре журналиста и один оператор телеканала «Самара ГИС». Лауреатами второй степени стали авторы собственных программ – Инесса Панченко в номинации «Укрепление семейных ценностей» и Михаил Перепелкин в номинации «Культура». Важно думать о том деле, которым ты занимаешься, получать удовольствие от этого дела и открывать, конечно, что-то новое для себя. Ведущая программы «События» Инга Пеннер стала лауреатом третьей степени. Также лауреатами стали репортер Марина Матвейшина в номинации «Реформа ЖКХ и благоустройство» и оператор Артем Слайманов. Особенно приятно, когда замечают тех людей, которые, собственно, всегда остаются за кадром, производят, на мой взгляд, большую часть работы, потому что именно они показывают то, как будет выглядеть в дальнейшем сюжет, именно с изобразительной точки зрения. Кульминацией вечера стало вручение «Золотых перьев». Обозреватель социальной газеты Нина Судницына получила перо в номинации «Печатные СМИ». В номинации «Электронные СМИ» победителем стала руководитель проекта редакции Тольяттинского ВАЗ-ТВ Наталья Корсакова. А третью статуэтку в номинации «Интернет-СМИ» получила Екатерина Спиваковская, корреспондент электронного периодического издания «Парк Гагарина». Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. С победой сотрудников телеканала «Самара ГИС» и «Самарской газеты» поздравил глава «Самара» Олег Фурсов. От всей души поздравляю вас с блестящей победой на конкурсе «Золотое пирогу Бернии». В этом масштабном творческом состязании продолжительностью в целый год по традиции принимают участие самые авторитетные СМИ Самарской области. И я считаю, что завоевав по его итогам 11 наград, вы продемонстрировали поистине блестящие результаты. Ваши победы являются отражением не только высочайшего профессионализма, они свидетельствуют о вашем трудолюбии и стремлении работать для того, чтобы город год от года становился все более красивым и комфортным. Ведь ваши сюжеты и публикации вдохновляют жителей на активное участие в переменах, которые происходят сегодня в Самаре. Они учатся по-настоящему любить и ценить свой родной город. Сердечно благодарю вас за вашу поддержку, за тот вклад, который вы делаете в развитие Самары. Желаю вам новых профессиональных успехов, творческих сил и благополучия. Запах протухшего мяса, сожженной резины и гнилой капусты, а вместе адорант природного газа. Самое зловонное на планете вещество добавляют в голубое топливо, чтобы придать ему характерный запах. Самарские ученые создали уникальную технологию, позволяющую утилизировать высокотоксичные промышленные отходы. Дело в том, что емкости, в которых хранят адорант, положено менять каждые 10 лет. Что делать с отработанными баллонами до сих пор оставалось проблемой. И вот первые промышленные испытания увенчались успехом. Из какого сора растут научные открытия, узнавал Олег Зверев. У этой технологии нет аналогов в мире, хотя проблема, которую она решает, поистине мирового масштаба. Ученые Самарского технического университета придумали способ утилизации вещества, внесенного в книгу рекордов Гиннеса, как самое зловонное на планете. Это адорант, который добавляют в природный газ. Чтобы голубое топливо получило свой характерный запах, достаточно всего 16 миллиграммов на кубометр. Но емкость из-под этого вещества, отслуживший свой срок, не могли отдать на переработку из-за остатков высокотоксичного дурно-пахнущего вещества. И вот решение найдено. Для его эффективной утилизации, вот этой емкости и, собственно, непосредственно самого адоранта, его необходимо обезвредить. Для этого наша установка позволяет полностью промыть эту емкость, полностью дезактивировать оставшийся там адорант и полностью уничтожить остаточное отложение. Установка прошла испытания в лабораторных условиях и уже работает в тестовом режиме на одном из предприятий в Самарской области. Адорант смывают потоком озонцодержащего щелочного раствора. Пока таким образом отмыли только одну емкость. На выходе получаются просто сточные воды. Минус этой технологии в том, что установка работает только в теплое время года. Плюс в том, что таким образом можно очистить всю отработанную тару, которой на свалках скопилось уже десятки тысяч. Это металлические резервуары, достаточно толстостенные. Которые должны эксплуатироваться не более десяти лет. На данный момент установка позволяет обрабатывать несколько емкостей в неделю, так скажем, с учетом рабочих дней, рабочего времени. Ну и в принципе она позволит решить проблемы утилизации данных емкостей в регионе в течение нескольких лет. Впрочем, подобные установки окажутся востребованы и в других регионах страны. Подсчитано, что в случае разгерметизации одного такого баллона специфический запах Адаранта может накрыть миллионный город. Чтобы не допустить экологической катастрофы, решать проблему утилизации необходимо уже сейчас. Олег Зверев, Максим Гусев, События. За решеткой как дома. В Самаре одним из первых в стране открылся центр, где будут наставлять на путь истинный тех, кого суд приговорил к принудительным работам. Речь идет о людях, либо совершивших впервые преступления, либо средней степени тяжести. Государство решило отнестись к ним лояльно. Для мужчин приготовлены комфортабельные комнаты на четверых, для женщин на двоих. Есть библиотека, спортивный зал и комната отдыха. О новом эксперименте расскажем в следующем сюжете. Здание учебного корпуса было переоборудовано в помещение для тех, кого суд приговорил к принудительным работам. Помещение делится на две стороны, мужскую и женскую. И отличается оно некоторыми деталями. На женской стороне, в бытовых комнатах можно встретить стиральные машины, гладильные доски, утюг и, конечно, зеркало. Ведь даже осужденная женщина хочет выглядеть прекрасно. Таких участков всего девять по России. Они появились с 1 января по указу президента. Здесь есть все необходимое для жизни. Два крыла, мужское и женское, оснащены кроватями, душевыми кабинами, мебелью. График у осужденных весьма лояльный. Они будут обеспечены работой. В центре фактически будут только ночевать. При всей мягкости наказания в первую очередь оно рассчитано на дисциплину. Осужденные должны строго пребывать в назначенный срок. Иначе им грозит наказание. В первую очередь мы, конечно же, с ним проводим просто беседу. Беседуем, что так нельзя делать. Это нарушение. Что в дальнейшем уже будет к вам применяться более суровые методы. То есть в дальнейшем уже выигры, строги, что в свою очередь влияет также на условно-досрочное освобождение, отмену всего. А в дальнейшем, если уже не понимает человек, уже будем в штрафное помещение помещать. То есть, соответственно, до 15 суток. То есть он уже будет изолирован полностью. Отбыв при такой мере наказания две трети срока, а это от двух до пяти лет, человек может взять отпуск или даже вовсе покинуть стены центра и снять квартиру в отведенном районе. Но отмечаться каждую неделю. Пока в центре нет ни одного жильца, а тем временем для них готовы спортивные актовые залы, комната отдыха, столовая и даже футбольное поле. Если забыть о контроле со стороны ведомства, место напоминает пионерский лагерь. Хотя выгода для государства от такой формы наказания бесспорно есть. У нас штат вообще минимальный. Глава нет охраны, нет сотрудников ВТСО. Но многих служб отсутствует. То есть не надо тратить дополнительные деньги. Опять же питание. Если он желает сам питаться, опять же одежда. Одежда. Если он захочет, он одевается. То государство надо, чтобы его одевать, деньги не тратит. Но кроме того, что он работает, он еще уже отчисляет деньги государству. Принудительные работы – это эксперимент. В Самаре пока корпус рассчитан на 35 человек. Если осужденных будет больше, разместят и их. В ГУФСИ не прогнозируют. Если система будет успешной, подобные центры появятся в каждом регионе. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События. 6 тысяч километров холода. Участники зимней мотоэкспедиции прибыли в Самару. За плечами уральских байкеров остались Кострома, Киров и Екатеринбург. Жемчужина Поволжья – предпоследний пункт остановки Смельчаков. Скоро они вернутся в начальную точку маршрута – Санкт-Петербург. Для чего группа отважных мужчин решилась на этот экстремальный заезд, узнал Сергей Ромашов. По морозу с ветерком и музыкой. Байкеры всероссийского мотоклуба «Урал» добрались до Самары. Две трети пути осталось позади. У отважного поступка мотоциклистов есть две причины. Так они празднуют 75 лет со дня открытия Ирбитского мотозавода и ломают шаблоны. Ведь многие в России недолюбливают двухколесные «Уралы». Их сегодня легче встретить где-нибудь во Флориде, чем под Самарой. Президент мотоклуба «Урал» Николай Жаворонков и его братья по духу полны решимости доказать, что мотоциклы Ирбитского завода не хуже других марок. Мы каждую зиму теперь уже точно будем ездить. В прошлом году в январе мы сделали пробег на самую северную точку Европы, мыс Нордкап. Но, правда, для этой экспедиции сравнивать, наверное, неправильно, поскольку там было всего два «Урала». Была машина сопровождения, было много провианта, были брони в гостиницах, были запасные пилоты. То есть, скажем так, по сравнению с этой экспедицией, это была просто прогулочка. В этой экспедиции команда мотоклуба отказалась от машин сопровождения и не взяла с собой необходимое снаряжение. Любая вынужденная остановка может стоить им жизни. Зато почти в каждом городе участников пробега принимают с теплом. Например, на подъезде к Самаре их встретили местные байкеры. Мы хотим поддержать ребят, которые едут с Питера. Пробег такой большой. Я большой поклонник этих мотоциклов. В частности, вот мы вчера их встретили на трассе на Уфимке. Мы вчера пообщались, сегодня их проводили. Сегодня будем устраивать эскурсию по городу. Поедем в мото-музей Шиянова. Ну и пивка, наверное, попьет Жигулевского. В Самаре уральские байкеры погостят недолго. Починят железных коней, немного согреются и снова в путь. Через неделю они рассчитывают вернуться домой, к своим семьям. Сергей Ромашов, Григорий Плешаков. События. В мире животных праздничное событие. Медведю Умке исполнилось 19. В природе эта цифра считается критической, так как свободные медведи живут в среднем до 30 лет. Тем же, кто содержится в неволе, отведено до 50. В Самарском зоопарке бурому великану преподнесли сладкий подарок. Вместо традиционной каши на столе косолапого оказался торт. С днем рождения Умку поздравила и наша съемочная группа. Вот она, медвежья радость, бисквитный торт с кремом. Изысканный сладкий подарок на день рождения Умке. Косолапому из Самарского зоопарка исполнилось 19 лет. Мужчина в самом расцвете звериных сил. Сотрудники зоопарка вспоминают, как Умка попал к ним еще совсем маленьким в 98 году. Тогда любил пошалить, не давал навести порядок, в клетке отнимал у зоологов веник. А с годами стал спокойным и покладистым. Иногда чешем ему спину, то есть он зовешь его, он садится спиной к решетке. Причем знает, что надо спиной сесть, потому что опасно в других положениях. Спокойно, такой добродушный медведь. Что такое зимняя спячка, Умке неведомо. Кормят в зоопарке исправно, поэтому и в сон не клонит. Каждый день медведь съедает по 15 килограммов каши и 3 килограмма овощей и фруктов. Четверг – сладкий день. Если обычно в кашу для зверя добавляют рыбу или куриное мясо, то раз в неделю главное блюдо подают с сахаром и медом. Посетители зоопарка приготовили для медведя свои пожелания в праздник. Продолжать радовать посетителей, может, медвежат завести. Умка – один из самых весомых обитателей зоопарка. За 19 лет вырос до трех центнеров. К неволе медведи живут до 50 лет, и у Бурова еще все впереди. Возможно, найдут медведю и спутницу жизни. Тогда есть все шансы, что пожелание завести медвежат сбудется. Марина Кравцова, Андрей Горгуленко, Станислав Левин. События. Такой была неделя глазами наших журналистов. А я с вами прощаюсь. Удачных вам выходных. И помните, политика в жизни не главное. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok